Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на NoWiPisDeFateArena. И сегодня у нас вышло новое обновление, довольно крупное, и называется оно 0.4.0. И я думаю, вы уже успели заметить, что нам принесло это новое обновление. Да, релиз и вправду реально близок. Прям настолько близок, что, как говорится, давайте, ребятушки, готовьте там свои телефончики и подрубайтесь там на максималочку. И пора гонять в арену. Но придется подождать где-то еще две недели, и как раз-таки спустя две недели выйдет в глобалочку наша арена. Сейчас, видите, я в бета-тесте, в релизной версии, которая у нас в России, там в Канаде, пока что не добавили батл пасс. Повторюсь, его добавят только уже в глобалочку, то есть придется подождать две недели, чтобы нам увидеть этот батл пасс. Ну что ж, давайте, я думаю, перейдем, как раз-таки посмотрим, что нам тут новое принесло. Ну и, конечно же, много чего интересного. Чем, пожалуй, нововведения, которые добавили в игру? Это боевой пропуск. Да, вот они наши награды, вот они наши эмоции, и вот они наши танцы. Все просто гениально, вот. Кто-то скажет, что, хм, плагиатик, да, видимо, откуда что что-то сперли. Да, некоторые, видимо, так и скажут, но так по мне все же не совсем. Все же тут механика отличается, в отличие от некоторых игр по типу того же Brawl Stars или PUBG. Вот, как видите, чтобы нам дальше поднимать наш боевой пропуск, нам нужно играть в рентик. При том, что нам будут засчитывать одно, один шлемик за каждого побежденного бойца. И, как видите, я собрал аж до восьмого уровня Battle Pass. И здесь, пока что у нас пробный, это боевой пропуск. У нас тут 16 уровней, и на шестнадцатом, я думаю, уже знаете, там всегда финальная награда. Вот. Ну, честно говоря, это очень похоже на где-то такую тематику Brawl Stars. Смесью колды. Все же механика поднятия боевого пропуска из колды, а, в принципе, интерфейс похожий за Brawl Stars. Но я бы, честно говоря, не сказал бы, что это как-то плагиат. Все же тут есть отличие, вот, в отличие от того же Brawl, потому что, как видите, у нас, по крайней мере, за каждый уровень нам дают какую-то награду. Вот. Особенно с сундуками. Как видите, вот наш первый уровень. Вот. И здесь нам прямо дают сундуки. Сундуки, то есть, видите, четвертый уровень у нас эмодзи. И дальше все закрывается сундуками. Вот. Другие, как там, просто пустота. То есть, АП уровень вы ничего не получаете. В принципе, скажу сразу, это довольно-таки плюс. И, как видите, у нас есть обычный и премиальный Battle Pass. Но, поскольку у нас и первый, и второй открытый, я получаю и там, и там. Вот. Я забрал, как видите, две эмодзи. Один нервопасный такой смотрит, думает. Ммм, здрасте, надо следить за Симе. А, фаергард такой, типа, бомбит. Что за какого хрена? Что за крыса такой попался? Что играть нормально не дает. В общем, ну, такие у нас эмодзи добавили. Дальше, как видите, у нас голда, кристаллы. Вот. Если что, голда здесь по косарю дают. Вот. Ну и хорошо. И вот они, наши танцы. Да, вот анимации. Как видите, у нас эпический, вот, есть танец. Вот. Это специальная анимация для фаергарда. А для всех остальных, вот, пожалуйста, у нас есть редкая. Вот. Это отдельно. Как видите, да, я сказал, я апнул восьмой уровень. Не придется дальше двигаться. Дальше, как видите, у нас идет скин. Да, скины тоже есть в игре. Вот. Потом у нас на тринадцатом уровне, как видите, у нас идет эмодзи. Для экиба. Ну и финалочка. Я думаю, вы все знаете, это Хельга. Выше отреченная. Отдельный скин для нее. При том, что это эпического качества. Да. Ну и за обычные нам дают вот такой нам сундучок. Жалко, что они мифические. А если бы был мифический, это вообще был бы в плюс. Ну, ладно. В принципе, это хорошо. Да. Единственный минус, что тут немножечко все же долго подниматься. Потому что... Ну, особенно в бейте. Потому что в бейте тут людей-то нет почти. Я в итоге здесь поднимался на ботах. А насчет ботов я потом кое-что отдельно расскажу. Вы точно уж охренеете. Ну и давайте перейдем к той самой кастомизации, которую разработчики нам обещали добавить в арену. И да, ее такие добавили. Но все же кое-что пришлось пожертвовать. Поскольку у нас кастомизация эмодзи есть, то теперь у нас нет выбора колоды. То есть раньше до обнов у нас был такой некий выбор. То есть собрать, допустим, первую колоду, а потом там отдельно оставить вторую, чтобы потом можно было между ними переключаться. Ну, что ж поделать. В итоге ее убрали. Теперь у нас тупо вот эта вся наша команда. И нужно все это как-то по-оддельному собирать. Да, немножечко неудобно. А могли бы оставить удобная как раз-таки функция была. Ну, блин, прям обидно. Ладно, давайте. У нас кастомизация. Начнем, пожалуй, с эмодзи. Вот, как видите, у меня три эмодзи доступны. Но у вас будет доступна эмодзи с лингом. Пожалуйста, как видите, у нас такой типа лайк. Да, давай, что, выпьем за все хорошее, за все лучшее. Вот наш, как видите, эмодзи у нервоопасного. Вон показывается даже фон. И у нас бомбящий фаергард, как видите. Вот, кстати, то, что он бомбит, это скин. Вот, можете заметить. Ну, и можете заметить, что у нас еще есть две эмодзи, которые вы не увидели в боевом пропуске. А я думаю, их добавят, скорее всего, позже. Вот. Одну мы уже увидели, это Накиба. И дальше у нас Накейт. Как видите, эмодзи наши, типа, Брой, иди сюда, я тебе сейчас такую задницу надру. Вот. И Хельга, плачущая, обиденная за то, что, фу, крыса какой попался. Ну, в общем, вот так вот. Ну, и давайте. У нас это было эмодзи, а теперь кастомизация. Пошлите прямо сюда. У нас как раз, как видите, добавили отдельную вкладочку. Кастомизация. И, как видите, мы можем выбрать скин. Но, поскольку у меня скин не разблокирован, то могу, в принципе, вам только показать. Вот. Высшая отреченная. Вот видите, как она выглядит у нас. Вот. Можно, конечно, ее как-то покрутить, но на низкий настройках, к сожалению, это нельзя сделать. Ну, и, как видите, есть отличия. Вот, например, меч. У него отличается немножечко броня. Как видите, часть некоторых моментов покрашена. Вот. Там чехол, кстати, тоже покрашен. И, как видите, у нее есть шлем. Ну, и, конечно же, у нас дальше есть действия. Ну, или, по сути, те же самые танцы. Вот. Которые есть, по сути, ну, в каждом игре, где есть боевый пропуск. Хоть Call of Duty Mobile, хоть PUBG, вообще без разницы. И, как видите, поскольку у меня Хельган, на нее, кстати, нету отдельных танцев. Мне доступен только один танец из боевого пропуска. Это угроза. По сути, это был файл Лошадька Третьего. Да, я вам сразу скажу. Я смотрел, как раз, это эмодзи. И это был, как раз, в файлах. Но теперь ее, в итоге, перенести сюда. И давайте посмотрим на Фаергарда. Вот. Фаергард, пожалуйста. И наш скин. Вот он, наш красный скин. Вот. Он доступен в боевом пропуске. Я думаю, вы уже успели заметить. И он у нас, он редкого качества. Вот. Редкого. Ну и, конечно же, наши действия. Вот, пожалуйста, действия, которые доступны у всех. А вот отдельно. Действия доступны, которые только у него. И, как видите, у нас есть иконочка с нашими прокруточками. Можете внимательно посмотреть, что куда добавить. Максимум добавить можно только 4 танца. Больше нельзя. К сожалению. А могли бы побольше добавить. Ну, я думаю, в будущих обновлениях, после глобального релиза, будут добавлять. Ну, а пока что все вот так вот. Давайте я покажу, наверное, скины, которые нам тут добавили. Вот. На хельгу, я думаю, вы увидели. Дальше у нас... Кстати, должен быть скин. Как раз таки вот показываю вам. Ну, а я думаю, добавят лишь только его в глобалке. Почему-то здесь его не добавили. Дальше у нас... Нервоопасный идет. Вот он, наш скин. Полевой специалист. Да. Вот, пожалуйста. Все хорошо. Правда, скин пока что не из-за разблока. Скорее всего, это будет опять же боевым пропуском. Придется ждать. Дальше у нас... Юка. На Юку пока что нету скинов. Даже в файлах не видно. Так что не трогаем. Джек Булварк. Опять же, нет скинов. Так что не трогаем. Забытый правитель. Наш император. Ну, опять же, нету скинов. Я его опять не трогаю. Киба. И вот тут с Киба очень странная ситуация. Я думаю, в файлах видели, что должен быть вот такой скин. Но, нам добавили другой скин. И называется у нас Дуэлянт. Да, капец же, какой он сасый, можно так сказать. Я, конечно, не знаю или нет. Но, видимо, этот скин даже намного лучше того, который лежал у нас там в файлах. Ну, чё ж поделать. Я думаю, тот же скин, может быть, добавят опять же после релиза. А может быть, его вообще не добавят. Фиг его знает. Но, в итоге, вместо того, добавили Дуэлянту у нас. Ну, зато вылетит красиво. И сас нам. Хорошо. Дальше у нас Маркус. На Маркуса, опять же, как видите, в бейте нету скина. Но, в файлах он есть. Вот, показываю прям вам. И в глобалке будет, скорее всего. Дальше у нас Хонг Джу. Новый персонаж. На него скинов пока что нету. В файлах не видно, так что не трогаем. Старый мастер. Вот наш скин на Линго. Да, серебряный дракончик. Как видите, по сути, он переодевается в традиционного сумрая. И сзади у нее показывается флаг. По сути, если ошибаюсь, есть такое у Бараки из МК-11. Который тоже носит себе такой этот флажочек. Дальше у нас Монах. Монаха там, к сожалению, тоже ничего нету. Поэтому не трогаем. На Кейт. По сути, раньше, я думаю, вы помните, что Кейт... У Кейта был другой цвет. Но, в итоге, все так по-другому сложилось. И, честно говоря, я думал, что вот это будет скином. Но нет. Дальше. Штрафник. У штрафника, кстати, был какой-то скин. И у него вот такие вот... Такая броня. Вот. По сути, была обшита в золото. Но, я не знаю, я не уверен или нет, добавить это в игру или нет. Но, надо смотреть, проверять. И дальше я уже показал вам Файргарда. Вот он наш скин. Все, да? Дальше больше ничего нету. Да. Больше ничего не добавляли. Все у нас так и есть. Но, я думаю, в ближайшем времени. Не появится скин и на Хонг Джу. Краски на Юку. Ну, в общем, будем смотреть. Ну, и давайте перейдем к нашему балансу. В основном, тут баланс не трогали. Затронули лишь только Хонг Джу. На Кейте и на Джеке Булварке там доработали визуально. Допустим, вот, крест-накрест доработали у Кейт. А у Булварка доработали талант агрессию. Вот. По сути, там у нее теперь светится наш цепи щит. Вот, пожалуйста, агрессия. И, видите, вот наш талант. Его способность. И давайте перейдем к Хонг Джу. По сути, Хонг Джу у нас тут сбалансирован. Ему увеличили физический урон. Но при этом ему уменьшили выдаваемое количество энергии за триумфик. Ну, и, конечно же, там чисто визуально ему там поправили, опять же, как и с Кейт, как и с нашим Джеком. Но, в основном, так баланс больше не трогали. Все так и было, по сути, так и осталось. Ну, и давайте чисто отыграем с ботами. Все же у нас тут боты после обновы прям кописка или какие жесткие. Ну, я думаю, вы как раз кинет все это и увидите. Так что, давайте. Начнем я, пожалуй, с нервоопасных. Как видите, у нас тут как бы все поодинаковому. Но нет, у меня монах еще девятого, так что придется пострадать. Хорошо, понимаю. И, знаете, видите, вот она наша новая анимация камеры. Угу. Теперь намного лучше стало. Вот. Угу. Хорошо, а давай, начинаем. Вот. Ага, здрасте, у меня сразу пробивание блока начинает. И, как видите, меня уже тупо из ниоткуда минус плохой поиснесли. Ботяры вообще после обнова стали очень жесткими. Так что, надо быть осторожнее с ними. Так, осторожно. Видите, я просто ничего не делаю. Он просто себе ко мне сам подходит и мне может даже со спами тупо. Так, видите. Вот. Уже третий раз прыжок взял, понимаете? Уже третий раз. Краски до обнова такого не было, да? Ну да, хорошо. Давай я сам подкачу тогда. Все. Видите, он опять делает тоже сам прыжок. То же самое. Четвертый раз. Такое чувство, что после обновы... Ботов взяли прям очень жесткими, что капец. И даже в покосы можно над ними делать. Смотрите. Я стою. Видите? Я тупо стоял и он тоже стоит. Ага, видите? Но, не, он все же прыгает. Он все же прыгает. Он уже понимает, батяра. Не хочет вот стоять. А в прошлый раз я у меня тупо стоял. Так, давай проверим. Сейчас у него там какая-то снюха. Ну-ка. Ага, ясно. Я тебя понял. Еще и со взрывом. Да, да. Я тебя понимаю. А я как бы вообще ничего не делал, но... Меня тупо взяли и грохнули из ниоткуда. Ну, давай хотя бы я штрафом отыграю. Чушь поделась. Ботяра капец какой жесткий. Ну, серьезно? Я-то увидел, что либо штрафом, либо монахом их уничтожаю. Как видите, даже здесь правку с камеры сделали. Как видите, сегодня тут не так жестко. То есть, никуда не улетает камера. Все как надо. Так. Куда, куда, куда? Куда? И как видите, у нас еще есть иконочка с чатом. Вот. Но там совсем немножечко там диалогов. Давайте как раз покажу сейчас. Вот, допустим. Сейчас он стоит. Вот, пожалуйста. Привет, спасибо. Упс, хорошая игра. И кемфать. И все такое. В принципе, где-то я это видел. Если ошибаюсь, Клэш Риэля. Но там было немножечко по-другому. Вот. Там даже раньше, если ошибаюсь, не добавляли вроде. Наши как раз кеймоди. Только лишь там потом начали добавлять. Ну, тут арена подрубилась. Ну, вообще. Так. Ну, как видите, будто идея, что меня тупо берет. И зажимает меня с тяжелого удара. В общем, тупо спамит. Вот. Я даже ничего не делаю, ребят. Я никуда не прыгаю. Я прям боюсь этого дела. Потому что он у меня возьму момент. Может взять меня и тупо зажать. Это же Батяра черпать делалось. Вот. Реально, потом с вами посмотрите, как вы будете играть. Вот с этим ботом. Который то и дело, тебе будет то и дело одним ударом, допустим, тяжелым, зажимать. Это вообще будет неприятно. Абсолютно. Я, слава богу, Макус и снял. Так. Давай у нас дальше там Кейт, да? Дальше Кейт. Ну, давай. Хорошо. Давай, допустим. Поставлю нервоопасного за ваше безумие. Капец. Безумное безумище. А Кейт меня, краски там, боты тупо делали, что спамили нижним ударом. Когда в углу меня зажимали. Так, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Побегаем. Побегаем. Давай, хорошо. Побегаем. Я на вас посмотрю. Так, все хорошо. Я ушел. Я ушел от синюхи. Так, тихо, 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 тихо. Видите, второй раз уже. Второй раз. Ну, в принципе, нормально. Как бы игрок может сделать два раза так. Но, если бы было бы три раза, то вообще было бы как-то очень подозрительно на спам. Ладно. Допустим. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Понимаешь? Вот. Но, правда, как вы заметили, у меня иконочка спасибо. Вылезы прям где-то прям в верхней части. Конечно, не в центре. Но все же как-то так. Вот. Благо не перегораживает. Так, что все окей. Ну, и у нас монаш, как видите, остался. Вот. Все хорошо. Давайте, как раз я с ними разберусь. Как видите, мне будет пофигу. Кстати, монаху там поправили звук с луком. Там теперь он нормально стреляет. Вот. Так что, да, видите. Видите, что делает бот? Я ничего не делаю. Он просто, видите, прикинается. А я тоже прикинаюсь. Давай. Давай. Похимичим? Ну, давай. Ну, что? Ты первый. О, пошел. Наконец-то. На тебе короночку тогда в ответ, ботяра. Ну, ты реально зажрался. Вот давно. Такого вообще никогда не было. Боты то идея, что обычно атакуют. А тут, бац, тут какое-то критичество происходит. Как настоящими игроками. Блин. Да мне кажется, что боты тоже начали критить, ребят. Вообще. Видите, я ничего не делаю. Я стою. Я стою и ничего не делаю. Абсолютно. Ботяра вообще пофиг. Я подкатываюсь. Он начинает атаковать. Вот. Ну, и я начинаю тениухую фигачить. Вот. Потому что, может, меня так сейчас жестко зафигачит этот ботяра, что капец. Так. Опять я стою. Ну, видите. Я ничего не делаю. Тупо стою и каплю при этом еще устойчивость. И даже корону могу дать. Так. Давай монашка добиваем. Да? Или нет? Посмотрим сейчас. Ну, видите, она опять стоит. Опять. Я пригинаю, стою такой, думаю, блин. Чи ботяра. Ну, какого хрена ты стоишь? Это же ботяра. Ё-моё. Конечно, с настоящими игроками тоже такое бывает. Но, так по мне, не так уж. Не так. Происходит. Ой, зараза, меня зажимает, да? Тихо, 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 тихо. Давай. Иди сюда. Ай, здрасте. Приехали, а? На, секунда осталась. Попробуем добить? Или как? Ну, давай добьем. А, еще в теневом финал у него. Ясно. Так. Не бьет? А, нет. Меня, скорее всего, убьет. Ну, реально, вы понимаете, что эти ботяры в любой момент вас могут переиграть и уничтожить. Слава богу, у меня монах остался, так что я сейчас быстренько с ним управлюсь. Да. Это прям жестко, капец. Только потом не говорите мне, что я плохо играю. Нет, это ботяры вообще прям жесткие. Очень. Хотя я понимаю, как бы тут механика и все такое, но так по мне это было бы прям излишкой. Давай тогда отыграю. Видите, я не знаю, слышишь или нет, но я слышу, что у монаха... Ну, подправили звук слуха, потому что все нормально. Так. Тихо, тихо. Я войду быстренько, а то сейчас ты меня сейчас грохнешь. Так. Нет, не убьешь. Так. Ага. Ну, все. Хорошо, здесь сработал. Все. До свидания. Все. Вот иди вот нафиг, ботяра. Вот, знаете. Спасибо. До свидания. Я свалил подальше. Отправлю от тебя. Хорошо, ботяра. Отдыхай. Ну, конечно, мы будем на настоящих игроках подтозить. Но, к сожалению, в бете мало игроков. Так что он не стал. Просто показал вам, как тут боты изменились после таких вот моментиков. Ну, что ж, друзья мои. И я буду завершать наш выпуск с обновой конец-таки арены. Да. И можно даже сказать, что мы очень прям близки к глобальному релизу. Ведь до него осталось всего-то каких-то две недели. И, как видите, уже в бету уже вводят механики, которые уже будут у нас в глобалке. Ну, я надеюсь, в глобальной версии у нас там будут все чики-бамбуни. Ну, посмотрим, проверим. Я надеюсь, все так и будет. Что-то, с вами прощаюсь. Давайте. Всем удачи. Всем пока-пока. Ставим лайки. Записывайся на канал. Согрежьте лайки на минуточки. Ну, и, конечно же, всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok